Я-исследователь проходит в Сочи в восьмой раз, но в этом году впервые участниками конкурса стали исследователи из других регионов страны. Свои проекты привезли юнаты из Владимирской, Белгородской, Нижегородской областей. Но все же 20% работ сочинские, среди них лауреаты президентской премии. Ребят назвали юной научной сборной страны. Здесь они делают свои первые шаги, участие в конкурсе – их первое достижение. Все вы и малыши, и взрослые делаете большое дело, создаете интеллектуальный потенциал России. А значит, наша любимая страна, наши города становятся красивее, богаче, сильнее. Здесь младшие школьники и дошколята практически впервые вступают во взрослую жизнь. Кто-то здесь просто борется со страхом, а для кого-то это первый научный опыт. Члены жюрей – профессора, доктора наук, доценты вузов. Сегодня со сцены они поклялись не засыпать участников вопросами, быть строгими, но справедливыми, помогать и, конечно же, улыбаться. Очень значимые события для нашего государственного края, я считаю. Я считаю, что для многих наших детей очень важно, потому что, вот правильно сегодня сказали наши члены жюри, на первый взгляд они исследуют очевидное. Но на самом деле это очевидно для нас взрослых. А для них это действительно первые открытия, которые они совершают и совершают уже осознанно. Работы представлены в нескольких секциях – гуманитарное естествознание, физико-техника. Маленькие ученые поднимают самые разные важные и интересные темы. В чем секрет термоса, как в домашних условиях получить радугу, как сэкономить воду в быту. А вот второклассника Владимира интересует ветряная энергетика. Его проект называется «Как научить ветер трудиться». Юный исследователь даже создал модель ветряной установки. Он предлагает свое решение энергетического кризиса на Крымском полуострове, макет которого создал сам. Мы могли бы им помочь при помощи ветряных электростанций. Мы бы осветили весь Крымский полуостров. Мы узнали из района библиотеки города Гулькевича, что на Крымском полуострове постоянно дуют ветра. Для Крыма это очень важная экологическая чистота, которая не может гаражировать ни одна из станций. Исследователи помладше презентуют проекты менее глобальные. К примеру, сочинский первоклассник в своей работе «Парк мелового периода» решил рассказать всем о своих любимых динозаврах. Маленький Костя знает все особенности дриозавров, стирокозавров, сейсмозавров и бариониксов. Я подвел итоги, и можно было сказать, что я достиг главной цели. Полученное знание я использовал, чтобы своими руками создать парк мелового периода. На классном часе я это показал и рассказал своим одноклассникам, чем еще больше смогут заинтересовать. Далее юных исследователей ждут публичные защиты работ. А уже 19 апреля станут известны имена победителей. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.